Добрый день, уважаемые студенты! Я доцент кафедры внутренних болезней Педиатрического факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Тема сегодняшней лекции будет посвящена плевритам. То есть мы остановимся на дефиниции, расскажем о сухом эксцитативном плеврите, его и теологии, патогенезе, клинике, диагностике, дифференциальной диагностике и лечении и тактике ВОП при плевритах. Плеврит с латынского слова плевритис воспаление плевральных листков с выпадением на них поверх, на их поверхности фибрина, то есть при сухом плеврите или скоплении в плевральной полости эксудата различного характера при эксудативном плеврите. Этим же термином обозначают процессы плевральной полости, сопровождающиеся скоплением патологического выпада, когда воспалительная природа плевральных изменений не представляется бесспорной. Среди его причин основную роль играют инфекции, травмы грудной клетки, опухоли и так далее. Причинами плевритов может быть сердечная недостаточность, то есть при нарушении кровообращения третьей степени, стадии по образцу строжеска, по классификации, мы знаем, что это терминальная стадия, приводит к деструктивным, необратимым изменениям внутренних органов, нарушается баланс электролитного состава, нарушается обмен веществ, нарушается систолическая и диастолическая функция сердца. Таким образом появляются отеки вследствие застоя в малом и большом кругу кровообращения. И в конечном итоге это заканчивается асцитом, аносаркой и в том числе и скоплением транссудата в плевральной полости. То есть происходят необратимые изменения при сердечной недостаточности. следующей причиной является конструктивный перикардит. Конструктивный перикардит возникает вследствие туберкулеза, может возникнуть, может возникнуть вследствие таких поражений, как подагрические, то есть при подагре, при уромических процессах в организме может присоединиться конструктивный перикардит. Следующая причина это гипопротеинемия, то есть низкое содержание белка в сыворотке крови в организме приводит к безбелковым отекам. Безбелковые отеки появляются и в межуточной ткани, и в полостях отеки появляются, накапливается жидкость, появляются плевриты, перикардиты, асциты и так далее. Следующим заболеванием является гипотериодизм. Гипотериодизм это эндокринное заболевание с недостаточностью гормонов щитовидной железы, вследствие чего при нарушении гормонального фона, дисгормональных изменений появляется значит плеврит, то есть накапливается транссудат в плевральной полости. Следующим следующей причиной является инфекция. инфекция это инфекционное заболевание не специфической природы, к которым относятся например пневмония, при специфических заболеваниях это может быть туберкулез и другие специфические инфекции. Например, при пневмонии, особенно при крупозной пневмонии возникает плеврит, он зачастую сопровождается и заканчивается, осложняется плевритом при крупозной пневмонии, например. Поэтому мы разделяем плевриты постпневмонические, парапневмонические, метапневмонические и так далее. 70% случаев причиной плевритов является конечно же туберкулез, специфические процессы в легких. Следующей причиной является воспаление, которое является аутоиммунным воспалением, это при заболеваниях соединенных тканей, системных заболеваниях соединенных тканей, это при системной красной волчанке, ревматоидном артрите и также при панкреатитах. Следующим заболеванием, которое приводит, осложняется плевритами, является инфаркт. Инфаркт это легочная эмболия вследствие тромбоэмболии легочной артерии инфаркт легкого может привести к появлению плевритов. Следующим заболеванием являются конечно же злокачественные новообразования, это рак легкого, лимфомы, метастазы, по патогенетическим критериям разделяют плевриты на сухой фибринозный плеврит и эксудативный выпадной плеврит. Сухой фибринозный плеврит это отложение фибрина на поверхности плевры при незначительном количестве эксудата. Когда он возникает, он может возникать при туберкулезных процессах, может возникать при урымических процессах, при эндокринологических заболеваниях, как например сахарный диабет. Сухой плеврит может быть как последствия эксудативного плеврита при инфекционных заболеваниях и так далее. Начало болезни обычно внезапное, боль в грудной клетке от неясного дискомфорта до интенсивной кинжальной боли может быть характеризоваться. Боль усиливается при глубоком дыхании и кашле, появляется диспноя и мы наблюдаем симптомы основного заболевания, которое привело к этому состоянию. физикальные данные значит дыхание ускоренное, учащенное, поверхностное, подвижность пораженной стороны ограничена и характерный физикальный признак это шум трения плевры при аускультации. Вы все знаете, что шум трения плевры надо дифференцировать с другими шумами, которые появляются при аускультации в легких. Это, например, крепитации или влажные хрипы или, например, шум перекарда при аускультации при перекардитах. Мы должны уметь дифференцировать эти шумы. И для шума трения плевры, конечно же, характерно появление шума скрижущего такого шума, как будто человек ходит по снегу, например, этот шум появляется при вдохе и выдохе. То есть во время дыхания листки плевры они друг от друга задевают друг друга и появляется такой шум трения плевры. его можно дифференцировать с шумом трения перекарда. То есть мы даем команду больному не дышать, тогда шум трения перекарда слышен, а плевры, конечно, при задержке дыхания не слышно. Если мы дифференцируем с влажными хрипами, тогда влажные хрипы, они конечно появляются и на вдохе, и на выдохе, так же как и шум трения плевры, но при покашливании влажные хрипы исчезают. Если дифференцировать с крепитацией, то крепитацию мы слышим на высоте вдоха. То есть мы слышим звук разлипания листков целлофана, как будто на. Дифференцируем с межреберной невралгией, потому что тоже межреберная невралгия, появляются боли в грудной клетке и при плевритах тоже. И конечно же это нам помогут анамнестические данные, чем болел человек, после чего появилась эта боль. И конечно же при объективном обследовании, при пальпации межребер и по ходу выхода корешков в проекции позвоночника, спинного мозга появляются боли при невралгиях. Следующее заболевание, которое мы дифференцируем, это инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда тоже сопровождается конечно же болями грудной клетки, они тоже носят генжальный характер, боли, приводят к страху смерти человека и естественно инфаркт миокарда он сопровождается холодным проливным потом, он может осложниться кардиогенным шоком, снижением давления и на электрокардиографии мы видим изменения характерные для инфаркта миокарда, то есть признаки некроза сердечной мышцы. Спонтанный пневмоторакс еще одно заболевание, с которым мы должны дифференцировать плевриты появляется в основном при травме грудной клетки и при осложнениях как например прорыв абсцидирования или например абсцесса в плевральную полость может появиться спонтанный пневмоторакс. Пневмоторакс это значит скопление воздуха в плевральной полости. Больной не может дышать, дыхание поверхностное конечно, внешний вид грудной клетки соответствует эмфизиематозному типу и мы при пальпации можем заметить признаки подкожные эмфиземы а при аускультации абсолютно отсутствует дыхание при пневмотораксе и нам поможет рентгенография грудной клетки при которой конечно же мы определим воздух в плевральной полости которая отличается от плеврита тем что при плевритах появляется соответствующая картина характерная это появление линии домуазо косо восходящая линия домуазо это появление треугольника рауфуса грука и горлянда пиперкусси мы определяем что не бывает при пневмотораксе следующее заболевание это перикардит мы о нем уже сказали может быть сухой перикардит может быть эксцедативный перикардит конечно же анамнез нам поможет это при как осложнение инфаркта миокарда как осложнение инфекционных заболеваний вирусных заболеваний или например ревматический перикардит может быть может перикардит после миокардитов перикардит может быть при системных заболеваниях При туберкулезном процессе конструктивный перикардит может быть. И при уромических процессах перикардит может быть. То есть перикардит тоже имеет свою специфическую картину. Это анамнистические данные, это аускультативные данные, о которых мы уже сказали. При эксцультативном перикардите абсолютно мы не слышим никаких сердечных шумов и тонов. А при сухом перикардите шум трения перикарда слышим. Если мы даем команду задержать дыхание больного, то мы слышим шум трения перикарда. Конечно же это при рентгеноскопическом исследовании, это отсутствие пульсации, то есть замедление пульсации сердечных сердца. Потому что там имеется эксудат, сердце принимает шаровидные формы. Ретро-кардиальное пространство сужается и особо мы пульсацию не видим. И следующее заболевание это поражение грудной стенки. Поражение грудной стенки при травматическое может быть. И при котором также может быть признаки подкожной эмфиземы. Это при поражении грудной клетки могут быть плеврит, осложниться плевритом геморрагическим, например. То есть нам помогут такие методы исследования, как пункция плевральной полости, рентгенологическое исследование грудной клетки и ультразвуковое исследование грудной клетки тоже может определить наличие жидкости в плевральной полости. Диагностика. Диагностика. Сухой плеврит диагностируется без труда, конечно, в плевральной полости более, по характеру более. Но шум трения плевры он патогноманичный симптом. Но на рентген, на графии при сухом плеврите особых изменений патологии мы не замечаем. Эксудативный выпадной плеврит это скопление жидкости, мы сказали, плеврального выпада в плевральной полости. И при заболевании плевры, если это воспалительный характер, эксудат, в котором более 30 грамм литра протеина, белка или нарушение равновесия между онкотическим и гидростатическим давлением, это транссудат, в котором менее 30 грамм на литр протеина. Естественно, эксудат он прозрачный, у него удельный вес выше 1017, а при транссудате удельный вес меньше и он более прозрачный. Причинами транссудата может быть сердечная недостаточность, нефротический синдром, цирроз печени, конструктивный перикардит, микседема, тромбоэмболия легочной артерии и перитониальный диализ. Причинами эксудата являются инфекции, бактериальное пневмония, туберкулез, вирусные инфекции, грипповые инфекции, паразиты и рикетсии. Также злокачественные новообразования, диффузные заболевания соединительной ткани и другие причины, к которым относятся тромбоэмболия легочной артерии, панкреатит, подиафрагмальный абсцесс, травма и оперативное вмешательство и прием лекарственных средств тоже может привести к эксудативным поражениям. Клиническая картина характеризуется одышкой, сухим кашлем, появляются боли в грудной клетке, когда появляется плевральный выпад, боль немного стихает, но во многих случаях плевральный выпад протекает бессимптомно, является только при физикальном исследовании или рентгенографии грудной клетки. И мы наблюдаем симптомы основного заболевания. Физикальные данные – это ограничение подвижности пораженной половины грудной клетки, отсутствие голосового дрожения над выпадом, ослабление или исчезновение дыхательных шумов, при перкусии тупой звук и при аускультации дыхание ослабленное или совсем не прослушивается. Диагностика. Самый точный способ диагностики – это подтверждение физикальных данных и выявление плевральной жидкости при рентгенографии грудной клетки. Также может помочь и ультразвуковое исследование грудной клетки. На данном слайде показаны рентгенологические снимки. Справа вы видите нормальное, легкое при прямой рентгенографии, прямой проекции. А слева вы видите рентгенографии, прямой проекции грудной клетки. И мы видим здесь слева поражение до уровня 3-4 ребра. Имеется эксудат, эксудативный клеврит. Ну и естественно вы видите, что синусы завуалированы. То есть имеется гомогенные инфильтративные изменения, гомогенные инфильтративные изменения с соответствующим уровнем жидкости. Ключевые моменты при плевритах, это конечно же тоже помогает при диагностике заболевания. Это возраст. При молодом возрасте в основном надо исключать туберкулез. При пожилом возрасте рак и сердечную недостаточность. Если пациент мужчина, тогда надо подозревать раки легкого. У женщины это метастазы опухолей яичников, матки, молочной железы. И повторность плевральных выпадов говорит о раковых опухолях, при циррозе печени, орцирозе печени и туберкулезе. Тактика ВОГ. Главное внимание должно быть направлено на лечение основного заболевания. Диагностика лечения сухого плеврита проводится в условиях семейной поликлиники. При боли в грудной клетке можно использовать ацетаминофен или другой препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств. Боль в груди можно уменьшить бинтованием всей грудной клетки двумя или тремя неклейкими эластическими бинтами шириной 15 см. Но это как бы паллиативный, как бы вспомогательный метод. Это лечение основного заболевания. То есть мы должны лечить основное заболевание, которое привело к плевриту. При ухудшении состояния после проведенного лечения необходима консультация специалиста. При появлении висекальных и рентген признаков эксцидативного плеврита срочное направление к специалисту. Благодарю за внимание.